Всех вас, дорогие высокопреосвященные, пресвященные владыки, досточтимые отцы, братья, сестры, регента и певчие, которые сегодня присутствуют в храме в связи с первым регентским и певческим съездом нашей Церкви, который в эти дни проходит здесь, в Москве. Дорогие братья и сестры, я всех вас сердечно поздравляю с нашим московским праздником, который имеет отношение ко всей Русской Церкви, потому что мы вспоминаем память великого святителя земли нашей, Филарета, митрополита московского. В сегодняшнем евангельском чтении от Матфея находим хорошо всем известные слова «Так да светится свет ваш предчеловеке, чтобы они видели добрые дела ваши и прославили Отца вашего Небесного». Вот ярко светился свет святителя Филарета еще при жизни. Он сочетал в себе замечательные способности, огромные таланты, трудолюбие, проницательность, смирение и твердость в осуществлении добрых дел. Вот все это сконцентрировалось в одной личности. Уже при жизни святитель Филарет обладал большим авторитетом. К нему прислушивались архипастыри и пастыри всей нашей Церкви. К нему прислушивалась высшая государственная власть. И тогда, когда в Отечестве нашем бурно развивался позитивизм, основанным на материалистическом восприятии мира, когда атеистические идеи взбудоражили сознание людей, когда считалось, что образованный интеллигентный человек не может ходить в церковь и верить в Бога, ибо это удел безграмотных, простых людей, вот тогда энциклопедические знания, способности, колоссальный, научный и даже церковно-политический авторитет митрополита Филарета имел огромное влияние на наше российское общество. Чем учит нас жизнь святителя Филарета? Она учит нас тому, особенно священнослужителей, что все, что нам дал Господь, большие, средние или даже малые способности, все, что мы имеем от рождения или что приобрели в результате образования, воспитания, жизненного опыта, мы должны посвящать Господу. Вот так Он делал. Человек Его знаний и образования мог бы иметь блестящую карьеру ученого и даже политика, государственного деятеля, но святитель все это отверг, потому что справедливо считал, что то служение, к которому Он призван, самое высокое, самое святое и самое значительное, потому что цели, которые достигаются в этом служении, простираются за пределы видимого мира. Вся остальная человеческая деятельность сконцентрировала вот на этом небольшом отрезке физического времени. Многим кажется, что жизнь такая длинная и так можно много сделать. Это иллюзия. Эта иллюзия развеивается по мере того, как человек обретает больший опыт жизни и входит в более зрелые годы. И вот деятельность абсолютного большинства людей сконцентрирована на этом небольшом отрезке времени. То, чем занимается каждый священник, то, чем услужит Церковь, сконцентрировано и на этом отрезке времени, но, разрывая пространство и время, устремлено в вечность. Потому что от результатов работы сегодня зависит не только благополучие людей в их земной жизни, хотя во многом оно также от этой деятельности. Это благополучие зависит. Но благополучие зависит и в вечности. И святитель Филарет прекрасно сознавал высоту и особую значимость церковного служения и отдавал всего себя, все свои таланты, способности, возможности своей человеческой природы, чтобы принести Богу тот дар, который был даром всей его жизни. Вот такие замечательные примеры самоотверженного служения людей абсолютно блестящих должны правильным образом влиять на формирование нашей ответственности за Церковь. Я говорю «наший», имея в виду и епископат, и духовенство. Святитель Филарет должен быть примером, не просто историческим, а живым примером, потому что он жив, он вместе с нами сегодня здесь, он предстоит Господу там, в Церкви торжествующей, небесной, а своими мощами почивает в этом соборном храме. И будем молиться святителю Филарету, чтобы он, предстоя Богу, воздохнул в молитвах своих о всех нас, грешных, недостоинных, уязвимых слабостями, поглощаемых проблемами текущего дня, не всегда способными все силы свои посвящать Господу. Чтобы он помолился о нынешнем поколении духовенства Русской Православной Церкви, особенно о нынешнем поколении епископата, на плечи которых возложена колоссальная ответственность за будущее нашего народа и нашего Отечества. Его молитвами дохранит Господь землю русскую, дохранит Град, Москву, Церковь нашу и всех, кто с верой в сердце призывает имя Господу, Господа, которому Он посвятил без останка, без остатка всю свою жизнь. Его молитвами дохранит Господь землю русскую. Аминь. С праздником всех вас поздравляю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова